здравствуйте дорогие мои любители компьютерных игр и всевозможных других видео развлечений давайте вспомним что на сегодняшний день мы с вами имеем в своем распоряжении приставки дэнди джуниор дэнди классик 8-битные мы имеем приставки sega 16-битный мы имеем потрясающих полно 16-битный приставку super nintendo и с недавнего времени маленький удобненький карманненький геймбой вот ведь сколько всего разного и представляете какое многообразие игр и всевозможных прибамбасов существуют у нас сегодня с вами давайте посмотрим о чем вы узнаете в сегодняшней нашей программе я надеюсь что этот маленький на резик как мы называем или клипчик даст вам основание просидеть нашу программу до самого конца и никуда не уходить за бутербродами за колбасой заморожено да и просто идею что да на шейсминок будет с нами не тратить это естественно сегодня она вина нашей программе я хочу сказать раньше я очень много времени терял на то чтобы доставать картридж из коробки отснимать с него пакет и потом обратно все это запихивать драгоценные секунды которые я на это тратил уже никак не вернуть и сегодня я решил все сделать по-другому картриджи у меня уже все вынуты а коробочки стоят отдельно что вы на них могли любоваться итак начинаем нашу передачу как всегда с 8-битных игр сегодня у нас два картриджа только два скажете вы но это обманчивая обманчивая маленькая циферка 2 дело в том что первый картридж это адамс фэмили они прямо сейчас а вот потом потом очень интересная штука давайте посмотрим сначала чем занимается семейство адамсов в своем маленьком но очень странном мирке дети бывают разные кто-то боится кащея из книжки сказок ну а иному малышу живого мертвеца покажи он даже и не вздрогнет вот эта игра как раз для них лет последних хозяева древнего особняка категорически не хотели соблюдать норм санитарной гигиены поэтому и развелись у них поместье всяческие привидения трупы и мертвецы вот с последствиями такой халатности и приходится бороться вам если вы решили вставить картридж адамс фэмили в свою приставку игрушка не новая не новая нельзя назвать ее новинкой но она относится к золотому фонду восьми битных игр к этому фонду относится также на мой взгляд игра супер марио лемминги я ее просто очень люблю и об этом говорю почти в каждой передаче ну и вот адамс фэмили пожалуй третья такая вечная не умирающая восьмибитная игра бог с ним а вот теперь теперь то о чем я говорил сверкающий золотом и разными красками картридж супер хик 1994 7 в одном я знаю что приходящий в магазин любители компьютерных игр увидев такой картридж начинают дрожать мелкой дрожью вот так потому что им безумно хочется его скорее купить этот картридж дороже конечно же дороже чем картридж которым есть только одна игра но посмотрите с какая разнообразность а best of the best драка кастальвания любимая стрелялка с кнутом kurdish romances какие-то вот курдские романсы очевидно сейчас мы с вами посмотрим что это такое ghostly village это деревня призраков бескетбол китайцы написали бескетбол не бескет а баскетбол конечно близнецы орлы и неувядающий топ-ган запихаем картридж приставку и по порядку начнем знакомиться с чудесным его содержание если вы без ума от привидений в женском облике если вас не тошнит от вида пауков и огненные шары летающие то тут то там не пугают вас значит игра кастальвания именно для вас меня важнее всего что на производство фирмы канами хотя после супер нинтенбовских леталок эта игрушка кажется объектом с барского стола заодно авторам игры хочется сказать спасибо посмотрите как точно и богато для воспоминания процессора изображено море волнуются от ваших выстрелов и бушующего ветра хитрые создатели игры топ-ган уделили очень много внимания приборной доске ну и из-за этого противники ваши выглядят скорее румяными копчеными курами но в конце концов не все ли вам равно в кого стрелять с чувством гордости за слоненка дэнди хочу сказать что этот картридж 7 в одном действительно честный настоящий картридж в котором действительно 7 совершенно разных игр товара дэнди можно купить везде но как отличить их от подделок только настоящий товар от дэнди имеет гарантию 6 месяцев и фирменную наклейку или надпись дэнди на коробке но лучше всего сделать покупку в фирменных магазинах дэнди красная пресня 34 петровка 12 переход метро театральная гум в одной из наших первых самых программ мы просили вас написать что же такое cool spot по-английски чего мы только не получали и холодное пятнышко и прохладное место и в общем всякую остальную ерунду но особо отличающийся в знании английского языка наверное знают что cool spot по-английски это на сленге как просто крутой чувак клёвый парень cool spot вставляю картридж смотрим клёвый чувак отправляется по просторам 16 битного сеговского процессора клёвый парень подозрительно напоминает изображение точки на банках бутылках и всяческих других емкостях с напитком 7-up да чё греха таить самое что есть рекламная игрушка действие происходит на пляже где обратите особое внимание не валяется ни одной банки или бутылки это говорит о том что автор игры очень серьезно думают об охране своей окружающей среды зато в бонус уровне бутылка есть правда всего одна и очень огромная создатели игры с такой любовью подошли к этому уровню что я предлагаю вам оценить ее по достоинству послушайте как звонко звенят монетки которые собирает наш герой а вообще поиграв достаточно долго я берусь авторитетно объявить вам что фирме virgin создателем этой игры удалась не только рекламная акция но и игра как такова да действительно очень клёвый чувак и музыка и сама идея этого пятнышка из напитка 7-up производства фирмы virgin games одна из самых 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 заслуженных и самых известных компаний что теперь теперь супер нинтендо ты хочешь управлять миром твоим миром в котором каждая секунда эта борьба и скорость в твоих руках самое совершенное оружие уже сегодня магазинах дэнди по всей стране совершенно игровая система супер нинтендо с благоговением беру в руки красочный пульт супер нинтендо и хочу вот о чем сказать в приставке супер нинтендо есть какое-то скрытое очарование такая своя очень правильно и грамотно выверенная эстетика посмотрите насколько цвет кнопок сочетается с ничем не примечательным серым цветом и это сделано не случайно мы опять отвлеклись от темы компьютерных игр и опять вам стало скучно я прошу прощения еще раз и предлагаю вашему вниманию игру пираты черной воды как я уже сказал картридж я давно уже вытащил из коробки и все что мне остается сделать это положить коробочку вам на любование вот сюда куда-нибудь вот а картридж ставить приставку пираты черной воды супер нинтендо игра пираты черной воды поразительно напоминают мне одну из первых аркадных игрушек проникших на наш компьютерный рынок да да именно так я имею ввиду игру золотой топор или по-английски говоря golden x там тоже три игрока а здесь их зовут тула рэн и иос самый старший в команде иос усатый лысая дядька он очень силен но медлен наварок средний братец по имени рэн ни то ни сё и уж конечно никак не дотягивает до красавицы тулы она хоть и не очень сильно но очень шустрая девчонка именно поэтому мы ее выбрали для рассказа об этой игре посмотрите как ловко она расправляется с мускулистыми врагами и я думаю что ей не страшно будет пройтись по московским улицам после десяти часов вечера а как думаете вы вот такие пираты черной воды хочу еще раз обратить ваше внимание вот на что вы все прекрасно знаете что компьютерная игра есть не что иное как программа записанная каким-то образом запихнутая туда в микрочипы и которую компьютер а приставка это есть маленький компьютер потом из картриджа высасывает как бы по чуть-чуть и вы наслаждаетесь игрой почему нельзя вынимать картридж не выключив приставку потому что в этом случае компьютер не успевает сообразить что приложение закончено то есть работа его завершена и момент выключения может произойти поломка процессора потому что он будет в полном разброде и в полной растерянности термосупер нинтендо для того чтобы эту возможность исключить навечно сделал такую штуку что пока я не выключу приставку сети сколько я не нажимал бы на кнопку и джект которая высовывает картридж никогда картридж не вылезет только отключив приставку я имею возможность вытащить картридж мозги у ребят на месте что там говорить а мы с вами давайте-ка возобновим наше знакомство с секретами дело в том что наш компьютерный эксперт денис панов к сожалению не смог сегодня приехать на нашу съемку но прислал нам картриджи и подробный факт с описанием всех секретов давайте посмотрим какие секреты от дэнди сегодня будут в нашей программе здравствуйте я день испанов эксперт фирмы дэнди хочу представить вам несколько секретов первый секрет из игры брюта наблюдайте за альбом у нее есть коронный удар он выполняется противоположную сторону от противника против часовой стрелки в сторону противника игра на гитаре игра mortal kombat 2 фаталити для кунг лао подходите к противнику криптилии жмете три раза гнока вперед и сильный удар рукой тот же самый коронный удар только с джекса на мосту тоже три раза гнока вперед сильный удар рукой и вы его сбрасываете с мосты ну а теперь игра майкл джордан с помощью меча вы можете разламывать стену берете ключ которая поможет вам открыть потайной комнаты и брать предметы но на сегодня все пока а вот это уже снова я и только денис панов разбирается в секретах игр но и я кое-чего добился например здесь великолепной красочной очень доброй игре jungle book или по-нашему маугли обратите внимание слева у маугли семь жизней и взять еще жизнь вроде бы негде но смотрите внимательно маугли отправляется вправо и обнаруживает здоровенный обломок скалы похоже на кирпич подвигает его к краю пропасти и только отсюда он может запрыгнуть на лиану ну а дальше дальше уже дело техники вперед вверх налево и видите опля и вот у него уже восемь жизней ну а если вы хотите сами повторить подвиги маугли и открыть новые секреты спешите в магазины денди jungle book есть в продаже пока есть только ради бога не бросать сейчас к телефонам и писать нам гневные письма о том что какие там секреты мы все эти секреты уже давно знаем я знаю что многие из вас все это уже прошли сами и всего добились своими собственными руками но вы же знаете что армия поклонников компьютерных игр армия наших маленьких слонов с каждым днем растет и приумножается поэтому я уверен что сейчас у экранов своих телевизоров сидит очень много новичков которые вообще не знают ни одной игры и тем более ни одного секрета вот именно для них и было только что вам показана рубрика секретов а сейчас мы переходим к новинкам 16-битной супер нинтендовской игры только что свежие по факсу пришел нам видите такой вот черно-белый но вполне понятный листочек это новейший хит-парад супер нинтендовских игр который поступил к нам из европы и давайте посмотрим на первом месте что у нас стоит нет про первое место пока секрет начнем с десятого и так десятка лучших игр для супер нинтендо по результатам опросов западных подростков читаем на десятом месте стоит игра нхл хоккей 95 эта игра есть в торговой сети dandy если хотите можете купить посмотреть на девятом месте турнир nba по баскетболу nba jam tournament edition на восьмом месте mega man x часть вторая на седьмом месте супер панч аут я не знаю что за игра наверное судя по названию панч аут панч это удар аут это из значит какой-то там врубок седьмая позиция на шестом месте mortal kombat 2 любимая всеми игрушка на пятом месте потрясающий земляной червяк джим на четвертом месте игра final fantasy третья часть я про такую игру к сожалению не слышал на третьем месте супер метроид эта игра есть торговой сети dandy также есть и легенда о зельде о приключениях мальчика линка и на первом месте конечно вы догадались это donkey kong country вы знаете 6 месяцев уже не спускается игра donkey kong country с первого места во всех чатах и в америке и в европе и прежде чем мы будем с вами знакомиться дальше с игрушками для супер нинтендо и для геймбоя обязательно я хочу прочитать список из 10 самых популярных геймбоевских игр по опросам той же самой фирмы и так 10 геймбоевских хитов mortal kombat 2 на десятом месте nba jam баскетбол на девятом месте тетрис на восьмом месте умная игрушка а только на восьмом месте она кстати есть в магазинах дэнди если хотите попробуйте нее поиграть сами обычный тетрис но не совсем обычный там стерео звук и все остальное на 7 месте metroid вторая часть на шестом месте супер марио land хорошая игра тоже есть магазине также есть магазине wario land это модификация приключения марио для приставки геймбой на четвертом месте супер марио land 2 6 золотых монеток так называется игрушка на четвертом месте напомню тоже магазинах есть donkey kong land нет не путать с donkey kong country на третьем месте легенда о зельде о принцессе зельде на втором и на первом месте да 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 и тут на первом месте игрушка donkey kong она тоже есть магазинах дороге на работе или отдыхе тогда геймбой карманный со сменными картриджами в которых сотни твоих любимых героев геймбой никогда не надоест уже сегодня в магазинах дэнди по всей стране геймбой всегда с тобой все прекрасно знаете что такое фирма канами достаточно вспомнить игру rocket night adventures или черепашки ниндзя и сразу все понятно все вы прекрасно знаете что май месяц это месяц больших и очень радостных праздников какая же связь прости а я вам отвечу именно начиная с по мая по 12 число аж включительно фирма денди устраивает своих магазинах великолепную и очень смелую раздачу раздачу всяких игрушек и прибамбасов фирмы канами но конечно же не всем только тем кто будет делать там интересные такие значительные покупки купивший геймбой получает вот такую поясную сумку с изображением rocket night купивший приставку panasonic 3do или тегу genesis cdx получает вот такой великолепный диск с гимном фирмы канами get all the power ну а купивший два картриджа или приставку супер нитендо получает великолепный каталог со всеми играми фирмы канами и конечно с секретами для них хорошая затея очень много времени мы с вами потратили на всякие разговоры вокруг двух кого давайте поближе к играм фирма game tech с ее новым релизом brutal pause of free brutal по русски это жестокий грубый но конечно судя по обложке нельзя сказать что эта игра про грубых и жестоких людей здесь как вы видите пушистые наверное даже игрушки мягкие игрушки плюшевые мишка заяц лев и леопард очевидно им предстоит вступить в схватку с каким-нибудь супер гадом как это всегда бывает в любой игре давайте посмотрим с кем они будут сражаться на этот раз после поражающих воображений игр типа street fighter 2 или mortal kombat я признаться думал что игра где дерутся зверушки не привлечет никакого внимания игроков ну действительно это же не мускулистые красавцы а какие-то крысы койоты или кролики но чудесное дело недавно я присутствовал на дне рождения одного мальчика и вы знаете все десять парней собравшись на эту вечеринку не отрываясь играли в мир в течение полутора часов значит что то в ней есть как и всякая игра посвященная единоборства brutal снабжена великолепной китайской музыкой и прекрасными горными пейзажами ну а симпатичные мордашки зверей немножко облегчают налет жестокости свойственный любой зубодробиловки так с этим все понятно вот еще одна информация которая поступила из журнала nintendo power мощь nintendo очень популярный журнал он является настольным изданием всех подростков западной европы как у вас точно также таким журнал служит журнал dandy новая реальность видео и вы знаете игры brutal я не нахожу в списке 10 лучших боевых игрушек который опубликован в журнале nintendo power 10 боевых игр давайте ознакомимся с этим списком к сожалению игры brutal там нет или пока нет а список выглядит таким образом на первом то есть на десятом месте игра самурай шоу даун для геймбоя на девятом месте wwf row для геймбоя тоже на восьмом месте восстание роботов это для супер нинтендо на седьмом месте mortal kombat для супер нинтендо на шестом месте самурай шоу даун для супер нинтендо mortal kombat для геймбоя на пятом месте вторая часть естественно super street fighter 2 на третьем месте на втором месте супер панч аут и на первом месте mortal kombat 2 для приставки супер нинтендо я понимаю радость дэнди ведь сегодня русский вариант журнала для компьютерных фанатов видео с дэнди новая реальность можно покупать целыми пачками и так называемым мелким оптом а значит значительно дешевле чем в розницу а потом можно и бизнес провернуть не правда ли друзья вернемся к нашей мирной жизни и сейчас очень логично было бы рассказать вам о новинках для приставки геймбой вообще на самом деле я не знаю как правильно называть геймбой потому что это не приставка и никуда не нужно подсоединять никакие провода из нее не выходят она работает на батарейках поэтому собственно название приставка к ней не подходит а что же тогда но можно сказать что это карманный компьютер а если мы будем пользоваться какой-нибудь взрослой терминологии то можно сказать что это карманная видеоигровая система вот пожалуй как хотите так и называть я буду называть ее приставкой по старой памяти и сегодня у меня в руках три картриджа для геймбоя я буду рассказывать вам о них подряд не останавливаясь и не теряя времени на пустую болтовню честно скажем что оригинальный дизайн изображения на экране увы не наша придумка точно такую же картинку с надписью nintendo super game бой получите и вы если будете пользоваться этим адаптером для маленьких картриджей ну а игра и карус кит про мальчика с крыльями и лук у героя же игры mega man 3 никакого лука нет а есть очень компактно и удобно вмонтированный в руку лазер обратите-ка внимание как черно-белая геймбоевская картинка превращается в буйство красок но если вы будете еще внимательнее поймете что цвета здесь всего 4 супер геймбоевском варианте супер марио цветов конечно поменьше но столь знакомая графика и музыка настолько поражает воображение что так и хочется воскликнуть марио марио ты любимый мной любой хоть ты и в формате геймбой время безжалостно и неумолимая последний секунд наша программа подходит концу у нас уже отключили кислород воду газ свет я еще может успею с вами попрощаться пока